Всех приветствую на своем канале. Меня тут затянула одна анима, все благодаря тому, что я случайно прошлась по одной аватарке. Люди, если вы не понимаете в косплее, то не проходите по аватаркам, иначе вам придется смотреть аниму, где герой, по которому делали косплей. Короче, я там обещала кому-то обзор лаков, я даже сделала себе маникюр, педикюр мне делала Женька. В общем, сначала наложила вот этот лак, который мне прислала в своей посылке Алена О, на нее на канале будет ссылка. Так, в общем, основа такая очень классная, она мне понравилась, легко ложится, я ее пользовала просто как лак, и пользовала уже вот под этот вот. Ну и, в общем, что это от Эйвен, да? У меня тут два лака от Эйвен, два лака от Ифраше, и один лак не знаю от кого. Мне его подарила Женька. Этот лак мне вчера пришел в Эйвен в подарок, он, в общем, хреново очень ложится на ногти просто так, и точно так же хреново ложится вот на этот. Хотя я думала, что если основу сделать, то будет все ништяк, но ништяк не было. В общем, у меня этот лак тут покрыт другим лаком на самом деле, здесь вот на ногтях вот получается три самых, три лака. А вот где цветные, там всего лишь два. И, в общем, он красивый, конечно, цвет, но накладываться он очень хреново. Блин, закроешь, фига откроешь. Хоть он и сделан в Англии. Он вроде такой обычный вполне себе лак, да? Но когда его наносишь, он какими-то полосочками ровно не ложится. И вообще самый крутой лак из моей малюсенькой коллекции лаков, это вот этот вот классный красный лак от Ифраше, который я в прошлом году покупала, кажется, с Аленкой. В общем, он у меня вот на этих двух пальчиках и еще вот здесь. Он ложится сразу кисточкой, буквально раз-два и в один слой все ништяк. Ему уже год, я его покупала, кажется, летом. Вот он все еще в нормальной кондиции. И так как я лаками очень редко пользуюсь, то его еще, я, в общем, его использовала совсем чуть-чуть. Тут у нас он до ноября 2017 года, там тут 5 мл. Это у нас коллекция Лето, цветочная лагуна, номер 56, Красное Солнце. Эти у меня, сколько тут мл? В этих у нас 10 мл. В Эйвеновских. Вот этот лак у меня, у меня, конечно, слегка лапа дрогнула, но не без этого. И надо было, конечно, немножко еще обработать ноготочки. Это в некоторых местах кутикулу двинуть. Плюс у меня на одном пальце стабильно, а очень медленно растет ноготь. Вот на этом. Ну и вот тут у меня это вот, эта фигня. Я влажным таким диском ватным уделывалась, и вот этой жидкостью убирала лишнее. То, что попало на кожу или еще что-то. И даже подумала, может, все-таки заказать опять каран... Подумала опять на эту тему заказать в Эйвене карандашик. Кажется, в Эйвене было или в Ифраше даже. Ну, вот такой карандашик, который там заливается жидкостью и убирается вся эта лишняя. Потому что ваткой не совсем удобно, но, в принципе, и ваткой справляюсь. И вот этот вот лак, я его получила в подарок, как раз когда покупала вот этот вот. Это у нас 5,5 миллилитров, кулер натур, коллекция «Солнечные дни». Тоже прошлого года, это 113 оттенок, черешневый коктейль. С одной стороны, он такой вроде как коричневый, с другой стороны, он такая конкретная темная черешня. Вот его, кстати, больше истратилось, чем красного. И я сегодня шла из магазина, и из магазина, и из больницы, и отовсюду, короче, шла. Потому что еще подружку по пути встретила. Точнее, она мне позвонила, попросила что-то помочь. Сказала, что съехала там куда-то на квартиру. И я обычно, когда название в таком стиле, то у меня всегда возникает момент, что, наверное, ей что-то там, последний раз такое было, что надо, наверное, компеть что-то делать. Я уже настраивалась на то, что я приду и буду пить кофе, и что-то делать. А в результате я подхожу к ее дома, созваниваюсь, она выходит с мусорным ведром. А потом говорит, пошли, говорит, куда-нибудь типа погуляем. Оказывается, надо было помочь просто прогуляться. Ну и, в общем, я потом шла, думаю, зайди в магазин, купить черешни, что ли. Что-то так жарко было, состояние еще такое было. В общем, хорошо, что я не зашла до магазина и не купила черешни, потому что после шла домой, буквально минут через пять у нас такой левак полил. Ветрище жуткий, дождь там вообще стеной такой конкретной. И хорошо, что у меня сегодня сорвалось вот это наше с Женькой купание. В общем, вот такой вот лак. Кисточка такая, кстати, подлиннее. Ну, тоже он такой классный. Ну, на мне все лаки держатся довольно недолго. Максимум сутки. Минимум около суток. И вот такой еще лак. Им я покрывала вот этот желтый. Вот он, надеюсь, видно. Такой довольно интересный цвет получился. Я думала, что он просто такой прозрачный, блесками уделанный. На самом деле он вот такой. Он не то, чтобы... Он вроде как и блесками уделанный, при этом с каким-то цветом. Но я его чисто на ногти не наносила. Ну, вот поверх желтого он действительно дает такой розоватый блеск. Оттенок с блесками. Цветилок для ногтей. Где он сделан, непонятно. Но у него срок годности до октября 2016 года. И 12 месяцев после вскрытия. А, написано вообще, что польский. 6 миллилитров. Но не Эйвен. Хоть и кот идет вроде как в Рашке сделанный. Вот такая у меня небольшая коллекция лаков. Теперь. А еще я тут пью матешечку. Ну, у меня там уже два человека просили заснять видюшку, как я кушаю вкусняшки. И говорю свое мнение. Я, конечно, вкушала вкусняшку, но я ее уже слопала. Поэтому я решила записать обзор про лаки, а вкусняшки как-нибудь в другой раз. Так, и еще, наверное, парочку обзоров я сейчас сделаю. Но некоторые из них, наверное, поставлю так же, как вот тут у меня последние три дня видюшки идут. Вообще они у меня в 18.00 выходят. Но вот этих про деток я сделала на 10 утра. Потому что вчера что-то такой какой-то в комментариях бугур был у некоторых. Но я думаю, что решила передвинуть. Что людей мучить, пусть это посмотрят пораньше. В общем, если вам было это интересно. И я удовлетворила ваше лаковое любопытство, то я очень рада. И до новых встреч, пока!